376 миллионов тенге. Эту крупную сумму переплатили алматинцы за тепло в прошлом сезоне. Излишек средств, сосевшие на счетах поставщиков коммунальных услуг, выявили антимонопольщики. Теперь же после проведенного так называемого перерасчета эти деньги вернут потребителя. Средства поступят каждому индивидуально. Сумма будет указана в квитанции. И еще один немаловажный момент, который волнует абсолютно всех перед началом отопительного сезона. Это, конечно же, тарифы. И они, как выяснилось, повышаться не будут. Еженедельно в Акимате проводим штаб по подготовке к отопительному зимнему периоду. На последнем штабе, на прошлом штабе, разговор об этом был, участвовал руководитель ДКРМ. И никакого сейчас повышения тарифов, вопрос повышения тарифов не стоит. В целом же подготовка к отопительному сезону велась усиленная и планомерная. За лето отремонтировано свыше 8 километров тепловых сетей. Однако процент изношенности труб, которые допустили в 90-х годах, все еще остается высоким. Более 61%. Специально для того, чтобы ускорить процесс реконструкции сетей, в Алматы приняли программу цифровизации, рассчитанную на 5 лет. То есть с порывами бороться будут с помощью инновационной техники. Она вычислит наиболее опасные участки, ремонтировать которые нужно в первую очередь. А при цифровизации стоит труба, на определенных промышленных труб находятся вот эти датчики, которые показывают место порыва, во-первых, с точностью, я не знаю, с уклонением 10-15 сантиметров. Во-вторых, они все время нам говорят о состоянии труб, о изношенности труб. В-третьих, есть даже проект у ЛТС, если мы его реализуем, то тогда давление в этих трубах где-то снижать и где-то повышать давление можно, не выезжая на место, а с диспетчерского пункта управления. Одно из направлений программы цифровизации – это установка общедомовых приборов учета тепла. К слову, благодаря им существенно снижается оплата за тепло. Сейчас ими оборудованы 64% домов города, и работа эта не останавливается. Причем устанавливают аппараты в рассрочку. И сейчас полным ходом ведется оставшийся, ну это порядка 200-2500 приборов мы должны поставить. Каждый день ведется работа, круглосуточно, плюс выходные и так далее. То есть, ну до конца года мы должны полностью закончить эту программу. В целом специалисты рапортуют, что к началу отопительного сезона Алматы готов почти на 100%. Ремонт запланированных участков тепловых сетей завершен. Гидравлические испытания закончены. Аварийные запасы угля пополнены сверх нормы на 34%. А тепло в дома горожан готовы дать хоть завтра. Но по правилам сделают это, когда температура воздуха в течение пяти дней не поднимется выше 8 градусов. Алтын Шаш Смогулова, Влад Шишко, Нуржан Уразбеков, телеканал Алматы.